Wake Up! С вами Вова Кэс. Корейская актриса бьет рекорды в инстаграме. Дава слил переписку с Олей Бузовой. Анастасис рассказала подписчикам правду. Подпишись, нас будет больше и ты будешь в курсе интересных новостей. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Погнали! Дима Масленникова продолжает работать над качеством контента. Теперь его видео будут выходить в формате 4К. Ради этого блогер приобрел сразу две новых камеры Sony FX3. Обошлись они ему по 400 тысяч рублей каждая. Я потратил 400 тысяч для покупки вот этого монстра. Он снимает в 4К, на него мы, например, будем снимать египетский проект. Я вот подумал, что его будет мало, поэтому завтра пойду куплю вторую такую. На e-каталоге Sony FX3 Body можно приобрести, начиная от 307 тысяч рублей. Ну и плюс, к ней нужно подобрать объектив. Такое, как у Димона, стоит от 86 тысяч. Понятно, что такой аппарат себе может позволить далеко не каждый. Но на e-каталоге огромнейший выбор. Еще и показано, в каком магазине дешевле. Ну, чтобы не переплачивать. Обратите внимание на разницу цен на Sony Alpha 7, например. Кстати, здесь и честные отзывы почитать можно. Ну и самое главное, это функция сравнения. Выбираешь 2-3 фотоаппарата и сравниваешь по всем характеристикам. Это очень удобно и быстро. Ссылку на e-каталог ты найдешь в описании. Руслан Кузнецов показал подписчикам свою новую девушку. Ею оказалась модель по имени Кристина. Под постом много язвительных шуток про третью свадьбу и третий развод. А как вам новая пара? Ну а че эта жизнь может быть и третья свадьба и третий развод? И четвертая свадьба? Инстасамка выпустила клип на свой хит «Джуси». Дашу сразу же обвинили в плагиате. Некоторые сцены слизаны с клипа Никки Минаж. Интересно, неужели придумать свое так сложно? А проще просто сплагиатить. Южнокорейская актриса Хо Эн Чон бьет рекорды в Инстаграме. За 2 недели на нее подписалось около 12 миллионов человек. Все из-за резкой популярности сериала «Игра в кальмара». Сериал стал чуть ли не самым популярным на Нетфликс. А вы смотрели вообще? И как вам? Я посмотрел сериал, если честно, как по мне, ни о чем. Кстати, Карамбэйби уже сделала пародию на главную героиню. Многие пишут, что она очень на нее похожа. Но немало и тех, кто считает, что Кариня до нее очень далеко. И мол, пусть спустится на землю. А вы что думаете? Похожа вообще? Анастасис призналась, что к ней вернулась РПП. По словам Насти, в этот раз она хочет есть, но не может. Из-за расстройства она уже похудела на 5 килограмм. И у нее обвисла кожа. Настя поделилась, что ей очень страшно. Недавно Дава заявил, что истинной причиной расставания с Бузовой стала ее ревность к его партнерше по танцам. Выбирай либо танцы со звездами, либо я. Не знаю, хорошо я сделал или нет. Я принял решение уйти из этих отношений. После этого Оля опубликовала фото с одним из своих бывших. И написала, что есть идеальные бывшие, а есть мудаки. Дава написал, что устал от незаслуженных оскорблений в свою сторону. И показал переписку с Олей, которая уже после расставания наяривала ему. И уговаривала поговорить. Давид пишет, раз она хотела вернуться, то значит он не такой мудак. Такое впечатление, что Бузова сама не знает, чего хочет и кого. Обязательно кликните сюда и посмотрите предыдущий выпуск. Там интересные новости. Ставьте лайки, если угодно дизлайки. Кто еще не подписался? Че тупишь? Че ждешь? Жми колокольчик, подписывайся. Всем пока!